Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы выкатим с вами из ангара Тигр-1. Ну а перед тем, как мы с вами начнем, хочу, как обычно, попросить каждого из вас, кто еще этого не сделал, подписаться на мой канал, поддержать мои начинания и поставить лайк этому видео, как оценку моих трудов. Я буду вам очень-очень благодарен за поддержку моих начинаний. Итак, Тигр-1. Что за танчик такой? Это тяжик седьмого уровня, ведущий вас по ветке к заветному Е100. Вы уже прошли ВК-3601, ну либо планируете проходить эту ветку и следующим вашим шагом после ВК-шки будет Тигр-1. Тигр-1 и, допустим, тот же Тигр-П, они существенно разнятся по комфорту игры на этих машинках, но внешне эти танки, ну, крайне между собой похожи. И, честно говоря, ну, как бы немножко не хватает им такой, знаете, разницы по отношению друг к другу по внешнему виду для того, чтобы было больше интереса к этим танчикам. Ну уж больно они похожи, по крайней мере, по моему мнению. Да, там башенка немножко вперед выступает, еще какие-то там прикольчики, но в целом плюс-минус. Итак, ребят, долго останавливаться на технических характеристиках, как обычно, я не буду. Мы посмотрим только, что мы имеем. Гусеницы я не открывал, потому что, в принципе, то, что они добавляют, ну, особо ничего не добавляют. Я это почувствовал на другом своем аккаунте. Соответственно, на этом аккаунте я этого не делал. Что касается движка, движок я немножечко все-таки выкачал себе, точнее, не немножечко, а выкачал себе восьмерку вместо семерки, потому что, ну, по таким, знаете, тактильным ощущениям, мне почему-то казалось, что он все-таки на этом движке ездит чутка бодрее. Ну, а выкачивать восьмерку, это вам не семерку выкачивать, играя на шестерке. И, что касается орудий, всего два орудия, и их вам в любом случае одно сразу получаете, как только открываете танчик, ну, а второе в любом случае придется открыть. То есть, альтернативными орудиями данный танк не наделен. Ну, а орудие топовое на этом танчике представляет собой следующее. 7,6 секунд перезарядки, что очень комфортно в игре. 1700 единиц урона, что не так уж и много для семерки тяжа. И 220 единиц альфы за один шот. В принципе, плюс-минус, но хотелось бы немножко больше. Было бы вот хотя бы, знаете, там 260-280, было бы куда приятнее, потому что все-таки тяжик, и с тяжиками слеснуться придется. Вниз наводка 7 очень мало, играть где-то там от каких-то холмов не получится по определению, я имею ввиду от высоких холмов. Ну, а поднятие вверх 13 единиц, ну, скажем так, необходимость поднятия пушки вверх встречается в игре гораздо реже, чем необходимость опустить пушечку вниз. Для того, чтобы выцеливать кого-то из-за холма, или в нижний бронелист, или еще куда-то на очень маленьких расстояниях, либо в клинче. Соответственно, как бы, ну, чутка получше, и было бы гораздо приятней. Ну, что касается средней бронепробиваемости, то 203 единицы, ну, довольно неплохо, как для семерки. А теперь выкатимся в бой и посмотрим, на что эта машинка способна. Итак, первое, что мы с вами сможем оценить, это динамика данного танка, насколько быстро он разгоняется, и насколько он является маневренным. Итак, погнали. Разгон, ну, знаете, такой, я бы не сказал, что он прям уж совсем быстрый, но он и не вялый. То есть, у вас нет такого ощущения, как будто бы все уже там прям стартанули, улетели, а вы еще тащитесь. Тушка у вас, в принципе, немаленькая, он даже прорисован таким образом, чтобы вам прям вот чувствовалось в игре, что вы едете такой, знаете, один сплошной монолит стали. И, в принципе, дорисовка вот этого вот, там, того, насколько тяжело он срывается с места, она сделана разработчиками, по моему мнению, крайне грамотно и добавляет реалистичности вам, играя на этой машине. Что касается того, чтобы сдавать назад, ну, маловато, честно говоря, скорость, поэтому играется немножко тяжеловато. Я имею в виду выкатиться, шотнуть и пойти назад дальше в перезарядку. Сведение очень медленное, просто прям вот до безобразия. И, откровенно говоря, с учетом того, что альфы откровенно танчику не хватает, я бы сказал, что сведение является существенным минусом. Уже если вы не наградили тяж какой-нибудь, там, уронной нормальной пушкой, а я считаю, что 220 единиц среднего урона, это крайне мало для танчика, так наградите его хотя бы, там, возможностью нормально быстро свестись, шотнуть, ну, и, соответственно, попытаться свою тушку откатить назад. Ну, вот, пришлось нам немножко отъехать назад для того, чтобы сейчас не нахвататься блох. Наверное, будем отходить еще немножко назад, в надежде на то, что мы найдем себе какое-нибудь такое место, с которого сможем плюс-минус отстреливать и минимально попадать в прицел врага. Ну, Блэк Принц со своим дырокольчиком и малым временем перезарядки, безусловно, наша борьбу за живучесть выиграет. Давайте попытаемся, но даже не успел договорить, как нас уже вынесли в ангар. Ну, вот такой вот он первый наш бой на этом танке. Сейчас закатимся еще раз и обратите внимание, что нам залетело в бочок и все остальное, то, что в нас летело, вот даже злится, да, хоть забодаю, если убить не могу. Вот все, что нам прилетело, еще 4 снаряда, они все прилетели в нижний бронелист. О чем это говорит? Это говорит о том, что нижний бронелист шьется просто такие вот, знаете, как иголкой ткань, ну и, соответственно, вот сюда вот лупасить вас будут постоянно. Дело в том, что здесь есть тоже зоны пробития, но их тяжелее выцелить, а вот эта вот фиговина, она реально там, ну, в прицелях, чуть ли не на полэкрана, ну, а у кого сведение такое очень маленький круг, соответственно, им проще целиться вам в нижний бронелист. Так или иначе, мы в своей команде заняли третье место по урону, я не могу сказать, что мы там шикарно отыграли, но мне почему-то, с другой стороны, кажется, что мы и не могли отыграть лучше в данном бою. Давайте попробуем еще раз закатиться. Итак, вот мы попали в следующий наш бой. Мы в топе, против нас есть шестерки, это наш шанс на живучесть. Против нас есть КВ-2, хотелось бы знать, с какой он пушкой, и СУ-100У, которые являются довольно, ну, по моему мнению, вот СУ-шечка эта, она является очень удобной в игре против ТТ на дальних расстояниях, скорее всего, он будет придерживаться позиции того, чтобы находиться подальше, а не поближе. Но пробивает они, конечно, очень хорошо. Вот СУ-шечка как раз у нас сейчас 500 и накинула, если я не ошибаюсь. Мы скинули уже, в принципе, половину своего ХП, надо немножко нам откатиться назад, перейти в борьбу за живучесть, потому что по-другому мы, в принципе, не сможем помочь нашей команде, кроме как выжидать того момента, чтобы у нас был шанс в кого-то закинуть, когда он отвлекся на наших союзников. Ну вот такая вот игровая ситуация, о которой я говорил, то есть Крушитель отвлекся с нас на наших союзников, ему тяжело на кого-то конкретного сводиться, ну и вот таким образом мы можем делать свой вклад в победу команды, не лезя на рожон. В противоположном случае, если бы мы выехали, мы бы просто отхватили, с высокой долей вероятности отправились бы в ангар, ну и дальше, получается, с нас толку команде не было абсолютно никакого, только лишь то, что мы помогли противнику уйти на КД. Не всегда это помогает, но иногда и такое необходимо делать в бою. И вот мы слеснулись сами с собой, вот этот, словно известный нижний бронелист, о котором я говорил, в который целят все, кому не лень. Да, ну, рандомно мы промахнулись, хотя могли сделать еще один шот. Итак, смотрим на нашу тушку еще раз. В нашей тушке опять сбоку, в нашей тушке опять с нижним бронелистом беда, как обычно. Ну и попадание с левой стороны в угол, ну, как бы, или это вообще так смотрится, типа насквозь прошло, ну, сомневаюсь, конечно. Итак, ребят, что можно подсуммировать по поводу данной ттшки? Данная ттшечка, сейчас посмотрим, может, ну вот она катается, только уже со стороны врага. Данная ттшечка у меня в ангаре лично не осталась. Не осталась по одной простой причине, потому что для меня более фановым и веселым танчиком в виде тт на седьмом уровне из ветки Германии показался Тигр-П, который я себе, в принципе, и оставил. Он как-то немножко повеселее. Но в целом, ребят, не расстраивайтесь, если у вас будут вот такие бои, как сейчас у меня, по одной простой причине, потому что ттшечка-то проходная, и вы хотите добраться все-таки до Е100. Ну, а добраться до Е100 и получить массу удовольствия, катая этот великолепный тяжик, ну, как раз и есть то, ради чего вы открыли изначально эту ветку. Давайте посмотрим результаты боя. Итак, результаты нашего боя, в принципе, никудышные, могли быть гораздо лучше. 940 единиц нанесенного урона, один добранный крушитель, что, в принципе, не является какой-то медалью нам на шею. Мы ляпнулись в минус на 8000, но несущественно, и в нашей команде мы заняли аж, ого-го, третье место с конца по нанесенному урону. Я не могу сказать, что этот бой является показательным и лакмусовым для этого танчика, но в целом такие бои на нем будут вам встречаться очень часто. Что же касается самого ТТ, как я уже сказал, это проходной танк, и давайте вспомним наших мам, которые говорили нам, что мороженое ты получишь исключительно, когда поешь суп. Вот это и есть вот этот вот суп, который необходимо съесть, все до последней ложечки, ну, для того, чтобы добраться до мороженки в виде Е100. Доберитесь от своего сладенького, ну, и, соответственно, фанитесь в World of Tanks. Всех благ, всего хорошего, я буду рад вас видеть на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, оценивайте мои труды и поддержите мои начинания. Вы были на канале Честных Обзоров, вот ГСН. Всех благ, всего хорошего, мира вам! Субтитры создавал DimaTorzok